Несмотря на холод и самый разгар рабочего дня, на площади собрались люди, которые пришли почтить память героев нашего Отечества. Здесь школьники, студенты, курсанты, представители администрации Владивостока, ветераны и все те, для кого война – не просто слово. Нацелены именно на воспитание патриотизма, понимание, в какой стране живешь ты. И вы обратили внимание, очень много приходит на эти мероприятия молодежи. Минута молчания, запуск в небо шаров и возложение цветов, а также праздничный концерт. Сам митинг занял не больше получаса, хотя и этого времени достаточно, чтобы всколыхнуть в людях дух патриотизма и напомнить о том, что в нашей стране есть кем гордиться. Гордостью за нашу Родину, за нашу армию, за наш флот и за нашу молодежь, которая не отлынивает от своих обязанностей граждан и идет защищать Родину. Надо сказать, что сегодняшний праздничный митинг – это не только дань памяти погибшим предкам, но еще и чествование ныне живущих героев Советского Союза и Российской Федерации. Героев присваивают не обязательно только за боевые действия. Это может быть и в какой-то чрезвычайной ситуации, это может и на пожаре быть, при спасении. То есть человек провел действительно героический поступок, за что и был удостоен великого звания. К слову, День Героев Отечества – праздник сравнительно молодой. По всей России его отмечают каждый год 9 декабря. Сегодняшний праздник уходит корнями глубоко в историю. Еще Екатерина II учредила орден Георгия Победоносца и вручала его солдатам. Во время революции орден упразднился, но вернулся в 2008 году, а с 2014 стали отмечать День памяти погибшим солдатам. Ирина Вокрецова, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.